Всем доброе шахрисабское утро! Наконец-то настал тот день, то есть я ради этого кишлака пожертвовал бы многими роликами. И просто захотел сюда поехать. Сейчас кишлак называется Шут, он находится в приграничной зоне с Таджикистаном. Слишком много легенд про этот вообще кишлак. И туда можно попасть или отдельной дорогой, или через кишлак Куль, или через кишлак Гелон. Оттуда 8 километров через Куль, я не знаю сколько. Сейчас мы пришли на стоянку, где стоят Нивы, и уже отсюда будем сейчас выдвигаться, ехать. Поедем на Куль, но почему-то водитель нас не хочет именно туда довозить, я говорю, у вас там нет никаких конфликтов. Он говорит, да нет, ну не знаю в общем. Или мы с Кули тронемся, или его может быть уговорим. Едем мы с Федей, сейчас у нас быстрый перекус и в путь. Я надеюсь там увидеть реально что-то новое для себя, потому что это все-таки приграничная зона. И там реально очень интересно. Салат и шурпа. Самая лучшая еда. И Федя. Привет. Шурпа. Вот такая вот мне нравится, она прозрачная. И у Феди тут что это такое? Гречка, пюре, гуляш. Там макарон был, я отказал макарон, только перед. Жидкости мне кажется много налили. Путешествие на... Путешествие наше начинается, и мы едем в самый непредсказуемый кишлак. Но это вот, все это среди местных. Я знаю, что там все иначе, конечно, будет. Сколько туда ехать по времени? То есть маршрут мы все-таки скорректировали, и едем туда не через Куль, а по другой дороге через Китап. Туда ехать два с половиной часа, да? Да. По этому маршруту ездят паломники, которые едут в Хазрат Султан. Он же там недалеко? То есть оттуда пешком начинается. Да, вот они доезжают до иточки, и оттуда идут пешком. Кому интересно, Хазрат Султан загуглите и поймете. Это там, где солнце выходит, ну как мне сказали, то есть гора практически ровная. Нету пика какого-то, и солнце выходит, и его прям четко, отчетливо видно. Оно как на блюдце. Едем мы на Ниве. На этой Ниве мы уже катались один раз. Вот тот самый отважный боец, который нас везет туда. Дальше ничего не знаю, на самом деле информации про этот кишлак мало. Просто какие-то легенды. Основные жители там, таджики, да? Не основные, все, наверное. Все таджики. Все таджики там. Надеюсь на удачную поездку. Так как путь долгий, нужно заправиться газом. Шейх арабский. Вот так выглядит наша Нива. Ну резина хорошая у него, смотри. Значит буксовать не должны мы. Он тоже, между прочим, разговаривает на таджикском. Что вам нравится? Фейх, ты не понимаешь, что говорить? Нет. Слышь, самаркандцев ты не понимаешь, харизмийцев ты не понимаешь, каркалпаков. Как это? Одинаково? Серьезно? Мне показалось, что харизмский язык, диалект, больше на турецкий какой-то похож, на азербайджанский. Вот прям реально похоже. Нет, это мне кажется другой говор совсем. Не, не, вот это, вот он точно не по-турецки разговаривает, не по-турецки разговаривает. Там, не знаю, мне кажется не похож. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А по чём они? Не торгуется он, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торганулся. А, не чпулькат-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный, да? 30 тысяч, говорю. А, салли большой? Да. В горную речку его закинем, да, Федя? А потом съедим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или в гостях съедим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как только начали подниматься, как только начали подниматься в горы, у меня опять какое-то сонное состояние, то есть вроде и кислорода должно быть много, по идее, потому что здесь всё зелёное. Вот. Опять как рыба с открытым ктом сидишь, вот там вянишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, привыкаешь, да? Привыкаешь, да. Может быть, ещё после... Потому что поели перед дорогой. Но всё равно какое-то сонное состояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не успел заснять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в каком-то ролике уже показывал, что все здороваются даже с незнакомыми. То есть вот так вот. Этой рукой, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этой рукой всех приветствуют. Неважно, знают тебя, не знают. Обязательно приветствуют. То есть... Ну, этот... Этот знак многое, значит. Уже становится прохладненько. То есть сон пропадает. Несмотря на укачивающие кочки. Здесь уже более такая комфортная температура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы придумали термос. Две бутылки воды. Держим под подушками. Очень долго держатся они. Прохладные. Вот так купили холодненькие. Водитель наш стал более сосредоточен на дороге. Потому что здесь нужно двумя руками держать баранку. Давай, давай. У меня желание отпало снимать собак. Чуть руку не отгрызло. И они, вот заметил, вот эта порода всегда такая. Они стоят спокойно. Как только подъезжаешь, она готова тебе в машину запрыгнуть. А пешком бушить и не тронет, да? В общем, не любят эти собаки машины. Я не пойму, вообще это кишлак, это что, или какие-то дачи. У кого есть деньги, наверное, дачи здесь строят, да? Да. Другой гиршаки здесь мощные. Другой гиршаки здесь мощные. А ты сейчас с ними на каком языке разговариваешь? Таджики? Таджики. А откуда ты знаешь, что они таджики? Ты с ними начинаешь? Или ты видишь, да, уже? А, откуда? Сами, таджики. Сами, таджики. А? Куда он? Летит в пол. А? Деревень. А он большой был? Какой был. Ну, примерно. Какой? Безь. Ну, если сравнивать со мной, то какого он был размера? Нет, без тебя. Он волосатый. Волосатый, эти, темного цвета, и все. Тут-то мы и запутались, в общем. Сейчас узнаем. Сейчас. Мы, похоже, в сторону кули двигаться начинаем. Мне кажется, вот там куль. Оказывается, это даже не куль, не келлон. Это вообще какой-то другой кишлак. Он находит... Мы просто едем с другой стороны. Декона, декона бут, да? Денол. Денол, денол кишлак. Но тоже интересный. Водичка холодная. Вот я чувствую, дождь биткапает. Уже второй раз замечаю в этом кишлаке, но идет молодая девчонка, может, лет 17-18-20. И при виде машины она просто отворачивается и специально повернулся. Повернулся, я посмотреть, повернется. Она на нашу машину будет смотреть? Нет, не повернулась. То есть... Такое здесь воспитание у девушек. Вот про что я вам говорю, смотрите. Салам алейкум. Похоже, впереди нас ожидает какой-то пост военный, потому что сейчас УАЗик полный военных проехал. Ну, так они не остановились, хотели у них узнать. Ты маску одеваешь? Ну, здесь связь берет, во-первых, полная. Смотрите, ЛТЕ полный в горах, потому что есть вышка. Здесь уже идет дождик. Осталось 13 километров. Ну что, это бараны и козы. Есть точно такое же стадо, оно пасется вон где-то там высоко в горах, и там уже бычки и коровы бегают. Все, спасибо, Кахмат. Здесь просто холодно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я уже жду, не дождусь, когда мы до этого кислака доберемся. Здесь реально очень сложно до него добраться, даже на Ниве. А вы готовы так, друзья, прожить свою жизнь? Я думаю, они здесь по-своему счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водитель наш договаривается. Тут непонятно, где центр, а и старший кишлака уехал. Первое впечатление, ты сюда попадаешь, какая-то европейская деревня, реально, потому что такие аккуратно сложенные дома. Смотрите, все чистенько, аккуратненько, заборы, цветы. Неожиданно, конечно, видеть. Комфортная погода. Ну, наверное, Федя уже урюк сбивает. Блин, неожиданно, вот неожиданно. Я не ожидал такое видеть, реально интересно. Если нам сейчас разрешат снимать, снимая, это, я так понимаю, скорее всего, кухня, видите, оттуда дымоход по-черному топится. По дороге много видели. Федя, Федя, Саламалек. Ребенок стоит. По дороге много видели абрикоса, яблок, груши. Здесь только-только все начинает поспевать. Здесь скажет, приехали варвары какие-то в кишлак. Саламалек. Это травы какие-то. Блин, он холодный даже, да? Угу. Вообще вкуснее. Может, ты останешься тут? Сладкий. Блин, самый вкусный абрикос, да? Вообще сладкий. Который мы пробуем. Главное, чтобы сюда туристы не начали ходить, не загадили. Это кишлак. Федя, остановись. Федя, остановись. Федя, остановись. Кишлак находится над уровнем моря 2300 метров. Какая-то баварская деревушка. Детская школа. Это школа. А это новая школа? Да, новая школа. А сколько детей учится? Пшеница или зерно, как или ячмень. Вот где самые натуральные продукты. Даже не в городах Узбекистана, а именно здесь. Здесь все самое чистое. Интересно, здесь есть колорадский жук? В общем, в какой-то дом едем. Спускаемся в ущелье. Дальше мы не поедем, пойдем пешком. Потому что реально опасно. В этом кишлаке есть все, кроме дорог. И кроме дороги кишлаку. Полные ноги. В общем, как я понял из разговора, единственное, единственное пожелание местных жителей, чтобы им помогли с дорогой. Потому что они делают обращения, их никто не слышит. Блин, я сейчас все хандец. Да, хорошо, мы что-то там остановились. Здесь можно уже тупо идти босиком. По-моему, я сланцы разорву. Они уже не поднимаются. В общем, пожелания местных жителей, это чтобы их услышали и помогли с дорогой. Они сами скидывались все вместе, 90 миллионов. Купили себе бульдозер. Поэтому, друзья, делайте репост этого ролика, помогите. Может быть, реально услышат и помогут им. Я так понимаю, что это тоже дорога куда-то сейчас. То есть это можно назвать дорогой горы, одним словом. А вот здесь вот уже как-то комфортно мне дышать. То есть нет такого дефицита кислорода. Похоже, я горный человек. Реально здесь красиво. Я-то любуюсь как блогер. Всем этим. Поснимал и уехал. Тут свои проблемы. Посмотрите, это большой подъем. Ага. Бульдозер гокер. Как-то нагрузка на чекандашу. А эта дорога куда идет? Гелон. Гелон? Это Шахрисабс. Понял, понял. Это 7 километров. До Гелона. Да. Ага. 7 километров. Все. Блин, вот эту дорогу щебнем засыпать было бы хорошо. Сейчас просто грязь, в которой ты тонешь. В какой бы обуви я не поехал, мне кажется, я любую обувь здесь убил бы. Просто грязь. Грязевая. Дорога на своем отеле, они 500 тонн камня, они туда убрали. Своими силами? Да. Да. Вам нужна дорога с Гелоном, да? Да. Кул, Гелоном и Шахрисабс. Просто, чтобы не было, чтобы не было. Кушала, где-то. Кушала, где-то. Кушала, где-то. Кушала, где-то. Кушала, где-то. Проедем? Ага. 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 Что это такое? Что это такое? Сейчас не может. Здесь мощно выглядит. Да, это точно не дорога. Но они скры freelance на шоу. Ну, спускается. Чика-чика-чика-чика. Такой мелкий. Я думаю, что он полноводен где-то в июне То есть кто-то мечтает о машине, а кто-то мечтает просто о дороге Чтобы выехать И больше ничего не надо людям Дорога и счастливая семейная жизнь Что именно хотят, чтобы помогли сделать дорогу? Да, да, они хотят, чтобы государство поможет, чтобы дальше Геону пробить 7 километров Геон, где Куль, там дорога открыть Потому что зимой, весной они не могут никуда в город попасть Только летом 2 месяца, да? Да То есть за целый год только 2 месяца можно отсюда выезжать куда-то Или на Ишаках, да? Да Товарищи подписчики С большими и мощными руками, если есть возможность Как-то пролоббировать эту просьбу И реально есть такая возможность Помогите Сделайте доброе дело Получается, что экскаватором вот это все они сами Скидывают вниз И пробивают все дороги Ну вот видно свежие Вот эти камни, они тоже уронили сами А как можно такой камень уронить? Бульдозером? Низу, внизу убирают Подкапывают под камнем Да, в общем, это единственная просьба жителей этого кишлака Они довольны жизнью, довольны всем Довольны Довольны всем Но единственная просьба Это пробить дорогу до Агеллона В принципе, самое сложное они сделали Тут уже дальше ровная дорога Но уже просто финансов не хватает у них Поэтому, товарищи подписчики Ваша помощь может заключаться Даже в том, что просто поставите лайк И напишите пару комментариев То есть, будет какая-то активность под роликом И может быть И может быть Все будет хорошо То есть И на этом спасибо Чтобы вот этот камень Да Чтобы Чтобы этот камень В общем На него сушильное Чтобы он начал трескаться 40 покрышек сожгли Чтобы пробить именно вот этот участок Даже видно следы от Всех и сладков Помогли по очереди Молоток отбор Молоток отбор В этот кишлак Вот есть та дорога По которой мы приехали Еще одна дорога Но она Работает только Летом Потому что Зимой там 4 метра снега бывает И вот это Самая оптимальная дорога Во он Режил баср Это Режил баср Крута Где на focus Баср Хаси Субтитры создавал DimaTorzok 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 так опасненько я скажу скользкий край почему в общем выехать из кислака мы не можно потому что одна дорога которая через верх и и засыпала к градам эта дорога по которой мы сейчас спускались только через два дня можно подняться поэтому непонятно похоже мы тут остались и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два Бобика Все, мы приехали, похоже К Бобикам А вон я вижу экскаватор тот самый Субтитры сделал DimaTorzok Сразу с машиной на хлеб Тандырчик Это папа? Да, это мой папа Как зовут? Как зовут вас? Наркуль Наркуль? Он работал в России, можно по-русски назвать А где работали? На Новосибирске На север тянется Это патыр, да? Да, вот это патыр Это называется патыр О, это тоже лепешка Как называется лепешка? Ну, лепешка, да Спускаемся вниз Блин, чтобы я еще раз в сланцы горы поехал Первый, последний раз Скользит все Под ногами Вот тот самый красавец Вот этот бульдозер на эту дорогу работает Да, нам уже рассказали про него Да, рассказали, да? Федь, смотри, там дождь внизу Здесь-то нет дождя, смотри Здесь другая вообще Здесь суши Поднялись буквально 200 метров выше Черешня или вишня? А, вот эти Это Черешня Это наш хад Яблоки Шампикс Хотел бы symptoms Спасибо Сможет Вот это yang См Pork Они пропłe Действуют сосуды См Marco Спой Спой Например Нюх Шампикс Был бы я медведем, я бы тоже приходил за таким яблоком. Сумгаид, Азербайджан. Федя, кроликов. Там что-то бобики шульбегают эти. Это зимний сорт яблок. Зимой, на Новый год. Вкусные яблоки, да, Федь? В меру сахара, в меру кислинки. Покрупнее вот это. Да. Это уже другой вкус. Это уже другой вкус. Это уже другой вкус. Блин, какие они здесь ароматные, а Федя. Федя, давай пробуй. Мы там что-то ищем. Давай, ты. Федя, давай пробуй. Мерс, как ты. Мерс, как вы. Мерс, как вы. Да, делай мне один. какой-нибудь были какие они ароматные реально прям сладкие это чистый для за я верю самое прикольное это сорвать дерево но он это пожёстче дать поздний теги шлак ведь для душ ванная разину цивилина вот тебе кислоте кто а чем вы вот это красить глину что она такой становится кремового цвета а вот там с гор сходит я видел да все обязательно нужно посмотреть где живет корова а как они бог корова там стоит ну пока новые строители я понял они это не низко здесь или нормально маленький стоит здесь на здесь телят стоят ну там кизяк лежит а в мешках что это тоже тоже маленький с деревом у вас нет проблем здесь ну а это что такое вот тут а сколько тут штук живет это они вечером вечером придут спать я конечно а яйца где несут я не знаю здесь и здесь тоже они тоже несут здесь чистая гора и гора я понял понял а здесь что такое а но это для больших уже для больших большого стоит и живо туда мы не пойдем это здесь коров привязывают или кого федь техника который здесь нужно там бобики я уже видел ваш собак злых большая да увидел ты его да а начнет не не поспел крупные еще через месяц и лишнюю листы много это попробуй ты такую вишню ну как сильно сладкая кисленькая первый этаж это бытовушка кумур вот зимой будем на это пищу будем огонь горит топить на кача котельный котельная чего называется кизяк о это тоже маленький кизяк ну там посмотрели на дядя сколько вас стоит дом здесь не продаются дома продаются на россии передают домой здесь нет вы когда строите дом помогаете друг другу да помогаем друг другу пилотники есть зарплату дадим они дом строят зарплату отдадим еще стоит здесь я так понимаю строится еще чуть-чуть для косы да но но не знаете и тиралу будем я аж сельский житель а это что за помещение столовая или комната нет какой-то определенное место столовая то есть любую комнату можно под столами я вот не понял мы были внизу сейчас этот называется шут и это шут это наверху шут там ниже верхний нижний шут основной вид заработка это скотину да все врач и все аптеки больницы есть у вас но аптеки есть просто но один доктор есть нет аптеки нету мы будем на китае один доктор есть здесь доктор есть все главное здесь доктор есть что тут лучше не болеть не болеешь на машина зимой не можешь не надо строить надо больница вообще надо строй надо вообще не один метр два метра сник будет дорога нету если вот эта дорога будет можно вот который мы делали новый другой дорога не можем ходить один два метра зимой зима это снега снега будет мы никуда если если болеешь никуда не можешь ходить все умираешь не больше никуда так что не болеете который болеешь на носилку смотри сколько 10 сколько там 10 5 10 5 и 11 5 25 километр можно носилками болеть отвезешь если не отвезешь туда вот таки ну давай пока да чай почитаем и туда пойдем это на кишляк шут один час через один два час проведу я хорошо 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 ну давай спасибо отдыхайте чай попейте фотографии вот так вот носят больных 15 километров на носилках ну конечно как это женщина или мужчина не мужчина мужчина восемьдесят год или семьдесят ему но на эту вот что за фотография здесь тоже не вот женщина куда-то это тоже мама больной тоже они чуть 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 отдыхает ходит мой мама это она дядя жена 15 километров на носилках и так понимает фотографии были сделаны для архива то есть показать и так это было обращение как ему президенту и вот фотки остались и мне их сейчас показывают ну конечно ну вас услышит я думаю и по-любому помогут все будет хорошо хорошо живет всегда и тоже хорошо очень живем и толь не тоже народ а войска слушает и есть о чем-то говорят между собой ладно а меня быть тассы-мам коке мне меня им тщут дружы соби не так что мошенге обоге вообще ямонкуэн для галалл See But then и кубами еще и начинают my friends Это на сколько лепешки по времени? На сколько вам их хватит? На 10 дней сейчас сразу делаете? Нет, на один день буду, 10 дней буду кушать. У меня комната, гипсокордон, но красиво, я хочу нормально жить, я так человек. Я на город ехал, всё знаю, у меня дом красивый не будет. Вот смотрите, я каждый день на жене скажу, вот это грязно, я на 6 дней буду чистить, я так желаю. Серьёзно? Прямо каждый день? Нет, не каждый день, на 6-3, 6-3 дня. Понял, каждую неделю в общем. Вот сейчас чуть-чуть грязнее. Но это печка, наверное, да? Ну печка. Сейчас у меня жена на город, я сказал... На огород? Ну на горах, в городе. А, в городе. На городе жена. Понял, понял. Скажу, чисто надо, надо чисто жить нормально. Ну надо. На 5-6 дней чистый дом. О, сейчас я не буду сам чистым. Ну понятно, не мужское это дело. О, правильно. О, чуть-чуть грязь есть, я знаю это, вот, чуть-чуть есть. 6 дней, ничего. Молодцы. Вот это 10 штук долларов. И здесь 10 тысяч долларов. Ну 10 штук. Ну как 10 тысяч долларов. Ну, ну, ну так. Молодцы. Что? Даже в горах люди живут хорошо. Федь, не грусти. Я не грусти. Даже телефон есть, что ли? Я не грусти. Я не пойму. Серьезно? А куда? А куда звонят по нему? А, взрослый. Можно в шахрисапс позвонить? Можно, да. В шахрисапс позвонить. А, к чему он подключен, я не пойму. О, смотри. Он спасает. Он чуть-чуть связан с мамой. Смотрите, мы у нас... Мы сейчас поедем, потому что... Мы просто не уедем отсюда потом. Может дождь начаться в горах. Дождь? Ну, дождь, дождь или вот. Ну, пока нет, он мог знать. Ну, чтобы не рисковать, мы потихоньку поедем. Ну, вообще. Вам большое спасибо, что... Не за что, не за что. Огромный вам тоже спасибо. Пригласили, покатали, показали. Было интересно. То, что говорили мне про этот кишлак, я вообще кардинально изменил свое мнение. Ну, правильно. То есть рассказы были чуть ли не на деревьях. Люди бегают. Живут. Чего сказали, правильно сказали. Не врём никогда. Нет, нет, нет. Просто люди, есть такие люди, которые, например, не были. А, вот там где-то на границе есть такой кишлак. Ну, сказали. Там люди без паспорта ходят. Вот я вижу, что это не так. Ну, молодцы. Одним словом, молодцы. Я надеюсь, вашу просьбу услышат. Обязательно. И вам помогут построить дорогу. Это единственная проблема в этом кишлаке. Всё, больше нет. Нет, проблемы нет больше. Только дорога. Дорога, да. Больше ничего не надо. Обсуждаем песню. Какую песню обсуждаем? Чарваги боло. Чарваги боло. Чарваги боло. Чарваги боло. Рафтына гуфти. Рафтына гуфти. Вы учили? Ну я песню слышал. Фразу запоминать свою. а еще есть какая она ранор биобахолина она ранор би или бабулина а как переводится но это гранат 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 приходи ко мне или он к девушке так обращается ведь как это гранат приходи ко мне это как но это он к девушке так обращается он ее он ее называет гранатом короче анор гельбура так девушка гранат в общем нам не дали уйти и пожарили сарку коза он не вкусно и вкусно при твоя любимая еда давай угадай что это за мясо не говорите ему пусть он угадает знаток мясо мы сейчас мы поймем ты зачем спрашиваешь в узбеке ты ему вопрос задаешь не но он особо не отличается от барани на еще вот забыл спросить а вы плов здесь готовите а какое масло делаете зигирь или пахта скажешь как и ваша крисать сделал а рис какой лазера ланга не важно а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мастер Субтитры сделал DimaTorzok А ну все это я это уже видел Нужно все по кругу их протащить Субтитры сделал DimaTorzok 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 А-а-а! Как бы они не провалились в ту колею тут... А? Остались, но они вот... Провалились в колею, короче Задом надо сдавать, задом надо сдавать А-а-а! Они, короче, провалились в эту колею Но там реально опасная была, там она глубокая Ух, блин сначала побежали потом силы кончен просто просто реально тяжело толкать чем опасные горы в такую погоду еще проблема в том что у него аккумулятору это сдох то есть она так не заводится и и надо вытаскивать еще стал кача пытаться дёрнуть все вроде толкнули есть такая глина опасными резина она летняя широкая протектор маленький и мотык машину тащить заезжаем в кишлак куль то есть не как нам говорили здесь 8 километров далеко не 8 тут все 30 километров я перед заездом в кишлак нас еще раз военные проверяют документы все мы в этом загадочном кислоте теперь надо отсюда еще выехать то есть просто так вы не попадете на эти территории то есть этот грязи но на лягушка прыгает шкафы теплотные